Задача номер 2. Расчетная компонента. Продолжаю решать на той же базе, в которой решен оперативный бухгалтерский отчет предыдущих двух видео. Итак, начисление зарплаты осуществляется ежемесячно с использованием метода отклонений. Все сотрудники работают по 6 дней, однако в решении необходимо предусмотреть возможность работы по различным графикам. Сотрудники получают оплату пропорционально отработанного времени в часах. Сумма начисления по окладу определяется как начальное значение оклада, деленное на количество рабочих часов в том же периоде, что и фактически отработанные часы. Начальное значение оклада одинаково для всех сотрудников конкретного подразделения и должно быть определено по специальной шкале, в зависимости от отработанного времени. Дополнительно может быть начислена премия процентом от оклада в том же месяце. Процент премии задается в документе начисления зарплаты. По мере необходимости любой сотрудник может быть отправлен в командировку. В случае начисления поклада и премии не происходит. Часы, проведенные в командировке, определяются по шестидневке. Часовая ставка определяется как сумма всех начислений за предыдущий месяц, деленная на количество отработанных часов в предыдущем месяце. Следует учесть, что данные командировки могут вводиться в систему с задним числом. Все, что ниже, можно опустить. Так, решение. У нас будет три вида расчета. Вид расчета. Формула. Вытесняющие. Базовый. Ведущий. И тип. Вид расчета. Оклад. Рассчитывается как базовый оклад делить на норму, умноженное на факт. Премия. Рассчитывается как оклад, умноженное на процент. И командировка. Рассчитывается как база, деленная на факт за предыдущий месяц и умноженное на факт. Почему факт за предыдущий месяц? Потому что в задаче сказано на количество отработанных часов в предыдущем месяце. Это факт. Если бы было написано рабочих часов, это была бы норма. За предыдущий месяц. Итак, по условию задачи. Оклад вытесняется командировкой. Базовых ведущих у него нет. Премия. Не вытесняется ничем. Базовый оклад. Ведущий тоже оклад. Командировка. Вытеснения нет. Базовые. Сумма всех начислений. Соответственно. Оклад плюс премия. Оклад и премия. Тип. В данном случае здесь есть норма факта и есть вытеснение. Соответственно, это основное начисление. Премия. Все три правила ложь. То есть, нет нормы факта в формуле. Нет вытеснения. И оно само не является вытеснением. Следовательно, это дополнительное. Командировка. Есть факт в формуле. И оно является вытесняющим. Соответственно, это основное. Ну и все. Можно решать. В любой задаче навсегда будет понадобен график работы. Справочник. Можно его сразу добавлять. И в регистр сведений тоже. В графике работы добавить соответствующее измерение график. Справочник графика работы. Настраиваем планы видов расчета. Основные используют период действия. База у них будет. По табличке. База нам нужна и основные, и дополнительные. Поэтому отмечаем. И основные, и дополнительные. И создаем предопределенные. Оклад есть. Командировка. Есть. Дополнительные начисления. Не используют период действия. Будет база, но база только оклад. То есть только основные. И создаем предопределенные. Премия здесь уже есть. Настраиваем. Для премии база оклад. Ведущий тоже оклад. Для оклада базовых нет. Есть вытесняющая командировка. Ведущих нет. Для командировки базовые. Оклад премия. Вытесняющих нет. Ведущие оклад премия. Регистры расчета. Основные начисления. Связан с планом видом расчета. Основные начисления. Нужно считать норму и факт. Поэтому ставим галочку «Период действия» и говорим, в каком регистре хранятся данные. И нужно считать базу для командировки. Поэтому ставим галочку «Базовый период». Нам нужно будет что? Нам нужен будет сотрудник. Подразделение. Вид расчета есть. Нужен еще будет результат. Это уже результат рассчитанной зарплаты. И нам нужен факт за предыдущий месяц. Факт за предыдущий месяц. Программа сама не считает. Поэтому нужен будет ресурс «Отработанные часы». Пусть будет целая. Нужен будет реквизит «Размер» для доп. информации. Тип числа. И нужен будет еще график работы. Справочник графики работы. Не забываем делать связь с графиком. Иначе будет неправильно считать норму и факт. Вот. И регистр доп. начислений. Связан с планом видом расчета доп. начисления. Норму и факт считать не надо. Не ставим. Нужно считать базу. Измерение также. Сотрудник подразделения. Результат. Отработанные часы не нужны. Размер. График работы не нужен. Приводим в соответствии табличную часть. Сотрудник подразделения. Вид расчет. Дата начала и окончания есть. Не хватает результата. Отработанных часов. И графика работы. И табличная часть доп. начисления. Сотрудник подразделения есть. Вид расчета. Это план вида расчета доп. начисления. Дата начала не нужна. Дата окончания не нужна. Размеры результата. Табличная часть не нужна. Графика не нужна. Соответствие есть. Дальше. Добавляем форму. На ней кнопку рассчитать. И вводим ее в панель. Командную. Процедуру расчета также будем делать в модуле объекта. Поэтому переходим на сервер. И вызываем процедуру. Док равно. Реквизит форму в значение. Реквизит объект. Док точка рассчитать. И чтобы пользователь увидел изменение значения в реквизит формы. Док объект. Дальше в модуле объекта делаем процедуру рассчитать. Экспортная. И конец процедуры. Ну и стандартный алгоритм. Первым шагом записываем данные. Но условия есть. Если проведен. Тогда записать с режимом записи документы отмена проведения. Иначе просто запись. Следующий. Создаем пустой набор записи. Набор основных равно. А движений мы еще не сделали. Поэтому в документе начисления зарплаты можно отметить движение и сделать конструктором. Движения по основным и по дополнителям. Они нам пригодятся чуть дальше. То есть это будет движение. Точка основные начисления. Следующий шаг. Формируем выборку. Сформировать выборку. Ну и пишем эту функцию. Конструктор с обработкой. Данные мы будем брать из документа. Основных начислений. Нам нужно сразу условия по ссылке. Чтобы не забыть. Смотрим какие поля нам нужны. Вид расчета. Период действия начала. Период действия конец. Вид расчета. Вот он. Период действия начала. Период действия конец. Есть. Дальше. Период регистрации. Это дата документа. Базовый период начала и конец. Для оклада базовый период. Все равно. Какие даты будут стоять. Потому что у него нет базы. Для командировки это предыдущий месяц. То есть получаем дату предыдущего месяца. От даты начала. Добавить месяц. Месяц. Минус один. Месяц. Начало периода. Только здесь не добавить месяца. Добавить к дате. И базовый период конец. То же самое. Только конец периода. Базовый период начала. Базовый период конец. Есть. Какие еще поля. Сотрудник подразделения. Результат отработанных часов. Вытаскиваем. Сотрудник подразделения. Результат отработанных часов. Размеры. График. Ну и все. Объединение. Все в порядке. Порядок обязательно по номеру строки. Чтобы номер строки совпадал в регистре и в табличной части. И на этом все. Дальше. Эта функция у нас будет возвращать выборку. Точка выбрать. А дальше мы будем использовать в процедуре заполнить набор выборка и набор. Пока выборка следующий. Новая строка равно набор точка добавить и заполнить значение свойств. Новая строка выборка. Вот. Эту функцию вызываем. Набор ростный. Есть. Дальше будет процесс расчета. Рассчитать набор. Сам передаем сам набор. Набор ОСН. И передаем табличную часть, в которой нужно заполнить данные. Создаем такую процедуру. Рассчитать набор. Дальше нам нужно понять, какие виды расчета нужно рассчитывать. Для этого мы, прежде всего, набор запишем. В этот момент произойдет расчет нормы, факта, базы, всего, что нам нужно фактически. Дальше нам нужно получить уникальные виды расчета. Для этого делаем копию. ТЧ. Выгрузить. Так, выгрузить. И сворачиваем по колонке вид расчета. Есть. Теперь цикл. ТЗ. И сравниваем, что если стр точка вид расчета равен планы видов расчета. Основные точка клад. Тогда у нас будет один кусочек кода. Иначе если вид расчета командировка другой кусочек кода. Иначе если дополнительное начисление премия третий кусочек кода. Итак, если это оклад. Оклад у нас рассчитывается по формуле базовый оклад делить на норму умножить на факт. Но базовый оклад у нас определяется по шкале. То есть нам еще нужно где-то хранить шкалу. Вот для этого подойдет регистр сведений. Шкала оклада. По условиям он не периодически независимый. Здесь для каждого подразделения будет задаваться своя шкала. Нам нужны границы от число до и значение. Но строк у шкалы может быть много. Поэтому нужно еще измерение номер строки шкалы. Тип число. Норму факт мы получим из регистра расчета данной графики. С отбором естественно по виду расчета. Вид расчета и по регистратору. Отсюда мы можем получить номер строки, норму и факт. И при этом нам нужно начальное значение оклада. А начальное значение оклада это что это из регистра сведений шкала оклада. Соединяемся. Шкала может быть не задана. Поэтому главное основное начисление. Соединение по условию, чтобы факт был больше либо равен, чем нижняя граница от но меньше либо равен но просто строго меньше чем верхняя граница до ну и при этом по подразделению тоже нужно равно подразделению. Таким образом должны получить одну строку. Ну и можно рассчитать результат как значение ну и естественно проверка на есть нул. Делим на норму. Умножаем на факт. Деление есть проверка знаменателя на нуль. Когда знаменатель равен нулю тогда ноль. Иначе вот эта формула. В принципе норма факт нам уже не нужны. А нет, нам нужен факт. Нам же еще отработанные часы надо заполнять. И нам нужно еще выточить значение, чтобы заполнять колонку размер. Ну что видеть какое число было подставлено. Это результат. Все, уклад рассчитали. Дальше заполняем в наборе точка номер строки минус 1 и в табличной части. Кроме результата заполняем еще размер и отработанные часы. В наборе они не нужны, потому что они никак не влияют на расчет. Только информация дополнительная. Командировка рассчитается как база, деленная на факт, умноженная на норму. База у нас состоит из двух таблиц. Поэтому можно нужно вернее объединить их с начала измерения с отбором по виду расчета командировка и по регистратору. Отсюда нам нужен номер строки, результат базы это сумма базы и отработанные часы базы это сумма факта за предыдущий месяц. И объединяем еще это с запросом по дополнительным начислениям. Здесь факта нет, поэтому 0 будет число. Это будет таблица ВТ-база. Но это не сгруппированная таблица, поэтому в следующем пакете мы ее группируем. Вытаскиваем базу, группируем по номеру строки, остальное суммируем. Помещаем в ВТ-базу сгруппирована. На следующем пакете получаем данные графика, нам нужен факт за текущий период с отбором по виду расчета и по регистратору, номер строки и факт. ВТ данные графика. В следующем пакете соединяем эти две таблицы. Данные графика, базы сгруппированных, закладка связи, главная данная графика, базы может не быть, по номеру строки. Из данной графика номер строки нужно и результат. Результат это результат база разделить на отработанные часы база и умножить на факт. Проверка на нул. И проверка деления на ноль. Когда знаменатель равно нулю, тогда ноль. Это будет результат. И заполняем это результат в наборе и в табличной части. В принципе, в наборе не обязательно. Но пусть будет. Командировка это планы видов расчета. Основные командировка. Ссылка, измерение это новый массив. А массив это имен измерений сотрудник нам нужен и подразделение. Здесь тоже параметр вид расчета. Это планы видов расчета. Основные начисления. Оклад. Ну и последнее это премия расчета. Премия рассчитывается как база умножить на процент. То есть данные играют начисления базы. Вид расчета равно премия и регистратор равно ссылка. Для каждого номера строки мы базу умножаем на процент. Делим на 100. И получим результат. в принципе все. Измерения это массив. Премия это планы видов расчета. Дополнительные начисления точка премии. Есть. Рассчитали. Дальше. Дальше нам нужно записать набор еще раз для расчета дополнительных начислений. Но только со вторым параметром истины, чтобы не перерасчитывалась норма факта и вытеснения. И делаем все то же самое для дополнительных начислений. Набор доп. Движения дополнительные. Сформировать выборку доп. Заполнить набор доп. Рассчитать набор доп. и дополнительные начисления. Сформировать выборку доп. Это у нас та же функция только по табличной части доп. начислений. и у нас пропало базовый период начала и конец. А базовый период для расчета премии это у нас начало и конец текущего месяца. это базовый период начало и базовый период конец есть. Ну и последнее что нужно сделать это очистить наборы то есть набор ос. очистить набор ос. записать и аналогично для доп. начислений и еще нужно сделать движение это у нас выборка заполнить вот есть проверяем документ начисления зарплаты а нам еще график нужно заполнить и шкалу ну давайте для заполнения графика у нас есть обработка график работы давайте в одном месте добавлю в принципе этого хватит для одноразового заполнения запись точка график равно график на этот год выходные 6,7 для графика 5 дневка заполнить заполнил хорошо шкала оклада подразделения бухгалтерия номер строки 1 от 0 до 60 здесь будет 20 тысяч от 60 до 120 30 и от 120 и до 950 например хватит начисление зарплат за месяц январь 0,1 0,1 билды в бухгалтерии вид расчета оклад за весь месяц например 0,1 0,1 и 31 0,1 размер заполнится результат отработан число заполнится график 5 дневка ну и мужа премию билды бухгалтерия премия 10% ошибся везде номер строки рассчитать 50 тысяч потому что 184 часа а если не полный месяц например с 15 до 1 то будет уже 104 и соответственно 30 тысяч начальный клад и дальше половина примерно здесь все верно рассчитывается и за месяц февраль 0,1 0,2 допустим 0,1 0,2 и 28,2 и также его отправляли в командировку на полмесяца с 15 до 0,2 рассчитать вот рассчиталось 15 половина 80 часов 24 но я думаю здесь верно можете проверить если хотите все сдача решена